Давно ли задумывались, как оно? С ограниченными физическими возможностями. Большинство из нас попросту не замечает одну из вопиющих проблем нашего города. Проблему инклюзив. Я очень часто нарушаю закон. Это бордюра может быть вот такой. Это просто падение. А метро считается полностью недоступным для людей на колясках. Кто не хочет, наверное, искать альтернативу, потому что она на самом деле есть. Улицы, по которым сложно ходить на своих двух, для людей на инвалидных колясках превращаются в полосу препятствий. Отсутствие пандусов в жилых домах, админ, зданиях, заведениях общепита не дают им забыть про ощущение брошенности. Сегодня мы покажем, как оно есть на самом деле. Человеком, согласившимся на данный эксперимент, проведем ревизию любимого города на предмет инклюзивности. Это дичь Харькова, но сегодня будет не до смеха. Я Ира. Сейчас в Донецкой области, но уже 4 года живу в Харькове. Занимаюсь веб-дизайном, увлекаюсь вокалом, веду активный образ жизни. Ежедневно люди с инвалидностью подвергают свою жизнь опасности из-за чиновничьей халатности. В нашем городе не соблюдены даже элементарные нормы уровня бордюров. Так о чем еще тут говорить? Понижение бордюр. Они есть по городу, но они чаще всего не соответствуют каким-то нормам или удобствам. Часто такая ситуация, что понижение бордюра идет с одной стороны, а пешеходный переход находится где-то сбоку. И приходится съезжать на проезжую часть, обходить это и идти по пешеходу. Но эта бордюра может быть вот такой. И если я с ней буду съезжать, это просто падение. Исторический музей – это самое сложное по переходу. А спальные районы? Спальные районы легче. Там много пешеходных переходов, но там меньше понижения бордюр. Придержишь просто? Почти все виды общественного транспорта для этих людей закрыты. Соответственно, их мир сужается до локальных прогулок в собственном дворе и редких выездов в центр. Метро считается полностью недоступным для людей на колясках. Есть на одной станции метро подъемник и больше нигде. Кто это проектировал? Если можно зайти только на одной станции и выйти, а на остальных нет, то для кого это сделано? Это подавался проект на бюджет города. Его выбрали и таким образом там появился подъемник. Я видела в прошлом году, по-моему, или позапрошлом тоже подавались такие проекты. Но их не выбрали и не одобрили. В метро еще существует такая услуга, как вызов охранника, который помогает спуститься в метро. Хорошо, когда ты на активной коляске и достаточно худого телосложения. То есть двое человек могут справиться и с Нестителем. Но когда я передвигаюсь на электрической коляске, и она весит 95 килограмм и плюс я, это нужно 4 человека по-хорошему. Метро – это либо подъемник, либо вот такой переносной подъемник, который подхватывает коляску и просто спускает ее аккуратно по лестнице, по любой лестнице. Сейчас почти все троллейбусы заменены на новые, адаптированные с пандусами, с понижениями. Водители выходят, открывают пандус. Но мне кажется, нужно чаще проводить водителям такие инструктажи, что они должны это делать, потому что бывало, я сталкивалась с тем, что мне говорят, а я вам что, должен пандус открывать. Автобусы в основном в нашем городе – это частные. И они не очень, наверное, заинтересованы в том, чтобы ездили люди с инвалидностью. И поэтому это старые автобусы, которые со ступеньками и узкими проходами. С уходом одного очень влиятельного человека в этом городе, которого, кстати, также не обошла стороной эта проблема, новая власть сделала то, что у них всегда отлично получалось. Забила на проблему, так сказать, не первоочередное. Позже сделаем. Кафе, рестораны. Просто гуляешь по центру, захотела зайти. Знаешь ли ты такие заведения, где предусмотрено это, где нет? Я думаю, что большинство не предусмотрено. Я знаю некоторые заведения, которые легко доступны для людей на колясках. Но в основном, гуляя по центру, по Сумской, это всегда либо ступени вниз, либо ступени вверх. И никаких ни пандусов, ни подъемников там нет. Это касается не только даже общепита, а и таких заведений, как театр, музеи. Также под это попадают и поликлиники, и административные здания, и даже некоторые банки. Здравствуйте, девушка. Я с человеком на коляске. Возможно ли как-то у вас разместиться? Ну, смотрите, у нас сейчас третья терраса работает там. Можно, надеюсь, что вот если эти ступеньки сможете преодолеть, надо больше. У вас вообще практикуется такое? На самом деле нет. Вот. А можно его вызвать? Да. Дальше все ровно так же, да, будет? Все, я благодарю. Ну, смотри, если бы не эти ступеньки, то чисто теоретически там есть лифт. Давай пойдем дальше. Здравствуйте, Чек. У нас с человеком на инвалидной коляске как-то возможно это сделать, чтобы туда вести ее? Сколько примерно вам бы потребовалось мужский труд для того, чтобы помочь подняться человеку? Все же, наверное, человек пять, потому что коляска только весит 90, а какого-то подъезда с другой стороны не имеет. Но у нас, к сожалению, ничего не предусмотрено для этого. У нас человек на коляске. Есть какая-то возможность заехать сюда? Не, только поднимать. Только поднять? Ну, на просто весе 90 килограмм мы даже вдвоем не справимся. Ну... К сожалению, да? Да. Сказали, только поднимать, но это мы вдвоем не справимся. Поехали дальше. Ну, никто не хочет, наверное, искать альтернативу, потому что она на самом деле есть. Есть подъемники, которые можно устанавливать. Ну, то есть это история о деньгах, потому что хозяева этих заведений просто не хотят тратиться на это. Да, потому что подъемники достаточно дорого стоят. Это дороже, чем построить бетонный пандус, который построить, получается, среди центра невозможно. Несправедливость и неустроенность распространяется и на большую часть учебных заведений. Хочешь получить образование – выздоравливай. Очень мало оборудовано учебных заведений в Харькове. Из таких доступных – это Каразина, и то – это не весь корпус. Это какие-то этажи. Они хорошо обустроены, но, получается, учиться ты можешь, в принципе, только на психолога, то есть факультет, который для этого приспособлен. То есть из всего Каразина университета, из всех факультетов, ты можешь выбрать один? Да. Мои друзья, в основном все психологи. В нашем городе дошли до маразма. Люди, которым в любой момент может понадобиться медицинская помощь, попросту не имеют возможности попасть в поликлинику или больницу. Все это похоже на сюрреалистичный фильм, в котором специально все делают неправильно и не так. Вот, например, поликлиника, в которой я нахожусь на учете, она оснащена пандусом, но он такой, достаточно крутой. В ней лифт старый, и никакая коляска, туда даже активка, наверное, не каждая войдет. То есть к некоторым врачам я просто не имею доступа. Ты смотришь? Это круто для тебя или нет? Да, это подобие пандуса, но на самом деле он очень травмоопасный. У меня даже коляска дальше не поедет, потому что сзади есть антиперекидные колеса, и они не позволяют. Человек на коляске инвалидной как-то можно? Ну, как это вообще происходит, чтобы объяснить людям там? Вахтеру кому-то позвонит, лифт спустят или там что-то... Там у вас я вижу, что площадка есть, но там же невозможно подняться человеку на коляски. Оба человек есть у хозяйственной части, потому что у нас человек. Ну, поднимаются как-то люди? Ну, только что, попытались, но вы же сами понимаете, что это невозможно. Я понимаю, но я тут при чем? Да и просто сказали к вам обратиться, поэтому... А чем ко мне? А я при чем тут? Возможно. Да ну а я при чем тут? Ну, позвоните, Аля. У нас, повторясь, уже никак к счастью нет. А пандус предусмотрен к этому? Пандус предусмотрен, да. А давайте выйдем, посмотрим, что это за пандус. Смотрите. Ну, по-вашему, это пандус, на который можно подняться? Нет, ни в коем случае нельзя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что на этот пандус подняться нельзя. У нас нет ни спинальников, к счастью, среди нас водойцев, ни среди полицейцев. Не, ну это ж не отрицает необходимость наличия пандуса. Ну, безусловно, конечно же, это не отрицает. Я с вами совершенно согласна. Совершенно. Мы знаем, что и 45 градусов, по-моему, должно быть, и длина определенная. Ну, явно не 45. Нет, не 45. У нас в этом году заложены деньги на ремонт кидной группы, вот всего этого. Там предусмотрен пандус. Ир, резюмируя сегодняшнюю нашу прогулку, твоя оценка происходящему и есть ли какие-то варианты решения проблемы? Я считаю, что в центре Харькова очень много заведений, которые недоступны. И у меня есть ощущение, что просто не хотят решать эти вопросы, потому что варианты есть, но о них никто не говорит. Я надеюсь, что в скором времени это исправится. И я хотела бы призвать, во-первых, людей, передвигающихся на коляске, больше передвигаться и заявлять о себе, чтобы видели спрос, видели надобность всех этих пандусов, подъемников и тому подобное. Мы такие же активные участники социума и мы нуждаемся в этих пандусах, подъемниках и решении этих вопросов. Ира, еще раз тебе огромная благодарность за эту встречу. Будем дальше ревизить. Скоро увидимся.